Доброе время суток. Очередное путешествие выходного дня, семейное, рассчитано исключительно на детские эмоции с Владимиром Волошиным. И я вам покажу одно замечательное место, имя у которого Царникова, еще одна из жемчужин Латвии. В коллекцию своих бус я продолжаю собирать жемчужины Латвии. Жемчужинку за жемчужинкой. И вот очередная жемчужина под названием Царниково. А если быть точнее, то это природный парк. Один из старейших природных парков. Пиюра, который находится в Царниково. И вы только посмотрите, какие здесь закаты. Здесь самые большие волны в Латвии и самые красивые закаты. Ну а сейчас по традиции реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Старый город. Аглонская базилика. Топ достопримечательности Латвии. Пилс-Церундовский дворец. Наша кухня. Наш напиток. И лучшая строительная компания Бригада-1. Спонсор данного выпуска. Путешествие с Владимиром Волошиным. Настраивайтесь поудобнее. И движемся за жемчужиной в нашу очередную коллекцию. Очередной маршрут выходного дня. Один из сотни, который есть на моей канале. Движемся по этому замечательному маршруту. Чем интересен? Тем, что это самый длинный променад в Латвии. Практически 2 километра вы идете по необычайному природному парку. Пейюра он называется. Интересен он тем, что здесь большое количество разнопланового мха. Мы его увидим чуть дальше. То есть это и исландский мох, и еще какой-то. Он разного цвета источает разные ароматы и низкорослая сосна. То есть низкорослая сосна, она дает необычайный запах. Это не тот запах, который у высокой сосны идет где-то там в верхних слоях атмосферы. А это именно внизу. Так вот сочетание можжевелого соснового аромата вместе с мхом. И все это дело накрывает морским бризом. Главное не заснуть, пока вы идете по этой тропе. Чем интересна эта тропа? Тем, что когда вы движетесь к морю, вентилируются ваши легкие. И вам фактически ничего не нужно делать, чтобы ваш организм восстанавливался и оздоравливался. Представляете, достаточно просто пройти 2 километра туда, 2 километра назад. Вот тут можем видеть, что мох разного цвета. То есть разные виды мха. И у них выделяют в атмосферу разные полезные для нашего организма вещества. И знаете, это конечно не передашь камеры. Лучше один раз прочувствовать это, чем тысячу раз услышать. Моя задача смотивировать вас на посещение этой тропы. И так мы движемся своей семьей и можем видеть, что здесь можно двигаться и на велосипеде, и с собаками, и людям с ограничениями. Здесь все очень комфортно. Все безумно интересно. И вот мы постепенно подходим к самому морю. То есть здесь мы видим, что здесь оборудованы санитарные кабинки, в том числе для людей с ограничениями. Очень удобно можно проехать до самого моря и коляской, и инвалидной коляской, и на велосипеде, как я говорил ранее. Есть у нас информационный канал, рассказывающий о том, что нам предстоит увидеть. А там действительно очень интересные дюны, очень интересные волны, ну и очередные эмоции. И, конечно же, дети ждут вот этого, знаете, долгая дорога в дюнах, когда ты долго-долго идешь по променаду, и ты должен же что-то увидеть в конце. И вот, наконец, дети добираются до этого момента. И что здесь интересно, здесь вы как бы на возвышении. То есть метров на 6-9 вы на такой горе, и сверху вы можете на обзорной площадке посмотреть на море. И это первая эмоция. Разные пляжи в Латвии, их очень много, я их вам периодически показываю. И вот, смотрите, те ощущения, которые ты испытываешь здесь. То есть ты выходишь и говоришь, наконец-то эти огромные волны, наконец-то этот интересный ландшафт. Тем, кто не любит ветер, видим, что здесь есть глубокие дюны, в которых можно лежать и просто загорать. В общем, вы не пожалеете о том, что сюда придете. И нам это очень понравилось. Скажу, за это лето мы приезжали сюда несколько раз. Это 12 километров от Риги. Это очень близко. То есть вы добираетесь там за каких-то неполные 20 минут. И сможете встречать закаты здесь. А здесь, я думаю, самые красивые закаты. Видели на заставке то, что было снято без фильтров и без ретуши? Смотрите, здесь интересный навес. В нем есть 220, есть Wi-Fi. И если вдруг вас застал дождь, то вы садитесь просто под этот навес. Видите, он из солнечных панелей. То есть солнечные панели выдают необходимое количество электричества, чтобы вы подсоредили свои смартфоны, чтобы опитался интернет. И можете непогоду переждать перед навесом. Мне кажется, это очень прикольно. Очень плавный спуск, как я говорил. Но что есть на этом пляже, чего нет на других пляжах Латвии, ну, изюминки, янтарики. Вот сейчас мы про них и будем говорить. Есть кабинки, как видите, для переодевания. Есть место для парковки велосипедов. Сейчас мы найдем место. Большие волны – это плюс и минус. Ветреный пляж. То есть тут, в принципе, ветрено в основном. Но волны такие, что ребятня просто будет в восторге. Это безопасное море. В нем невозможно утонуть, потому что оно очень мелкое. Оно очень далеко мелкое. Порядка 80 метров здесь будет по пояс. Но дети здесь получают вот эти необходимые волны безопасные. То есть взрослые могут не напрягаться, что ребенка может утащить куда-то в море. Здесь абсолютно безопасно. Можно загорать. А дети очень любят большие волны. Здесь нет таких... То есть здесь есть волны, те, которые вы не получите на других пляжах Латвии. Смотрите, насколько они шикарны. Они очень интересны. И поэтому наши детвора плескались в море. И мы просто были за них абсолютно спокойны. Так что у детей это мега позитивные воспоминания об этом пляже. Из-за этих супер больших волн. Латвия это все-таки не океан, это Балтийское море, залив. И поэтому большой волной не так часто нас радует наше море. Но здесь именно это есть. И так здесь абсолютно вся детвора у нас была счастлива от 4 до 15 лет. Они просто сходили с ума. Несмотря на то, что это уже далеко не лето, скажем так. Это уже осенний видеоролик. Но, тем не менее, погода задалась очень отличной и нас это порадовало. А вот те самые янтарики или жемчужины, про которые я говорил. Значит, смотрите, я занимаюсь интерьер-дизайном. И я сюда прихожу за вдохновением. То есть, упала сосна в море. Это сосна, а тут большие волны. Она возвращается обратно на берег, но возвращается очень сложно. То есть, смотрите, вот на эту корягу, которая уже у меня висит дома в виде люстры. То есть, это та самая коряга. Вот эта тоже у меня уже дома. Еще с ней работаю. Идея следующая. Она просто бултыхала в соленом море. Отмокла в соленом море. Пропиталась сонью. Ветром и солнцем. И это уже больше не дерево. Это окаменелость. Ну, такая, как кости динозавра. Такая, как камень, если хотите. И вот, загорая на этом пляже, ты хочешь вынести себе какой-то подарок небольшой. Вот это не камень. Видите? Это тоже деревянная окаменелость. И ты вот этот маленький сувенирчик забираешь, просушиваешь его и делаешь из него шикарную люстру. У него просто необычайный запах. Ну, не сказать, что это сандаловое дерево, но запах присутствует. И когда он высыхает, он становится каменный. То есть, скульптуры, светильники, интерьеры, мебели. Вы можете делать все, что угодно из этого дерева. И это, мне кажется, большое достояние. Единственное, это нельзя забирать в большом количестве, потому что мы понимаем, что это природный парк. И он должен остаться здесь таким. И вот, когда ты сидишь на берегу моря, ты смотришь, как вот эту коряжку шлифует это дерево. Как она выжигает ее солнцем. Как она делает из янтарного пепельно-белый цвет. Это шикарные скульптуры. И это еще одна мотивация посетить это место. Дети, восторги, волны, неименоверно большие. И вы отсюда возьмете себе что-то на память Аллаты. Природный парк Веюрос был создан в 1962 году. Это время правления Андропова. Это генеральный секретарь Советского Союза. И в то время, в 60-е годы, было очень модно создавать природный парк. Порядка 16 природных парков в то время было создано. Спасибо господину Андропову за то, что пришла в голову такая идея сохранить вот это для потомков. И с 60-х годов все это удачно сохранено. Поэтому мы насладились, кайфанулись морем. И сейчас заезжаем в поселочек Царниково. Здесь всего есть две кафе. И вот это кафе не рекомендуется посещать. Но мы его посетили, потому что оно нам показалось очень милым. Мы покушали здесь соляночку за 2 евро. Шикарная солянка. Взяли детские блюда с такой вот панировочкой за 3 евро. Кружка пива 1,5 евро. И зеленый горошек, черный горошек за 2,30 евро. То есть после того, как мы просто насладились морем, мы отлично покушали в кофеюшке, которую почему-то не рекомендовали путеводители. Поэтому не буду рекомендовать. Но нам она зашла. То есть попробовали, так сказать, Царниково на вкус. Насладились морем. Удивило нас то, что в какой-то маленькой деревушке есть такой вот интересный ландшафтный дизайн. То есть стоят солнечные часы. Все мило, ухожено, настолько комфортно, что мы захотели просто ножками погулять пацаниками. И спасибо садовникам и уборщикам за то, что держат простой поселок в таком шикарном состоянии. Нам было абсолютно интересно все. Вот этот ландшафт дизайна, который был здесь создан. Очень вкусная кухня. И попытались найти еще какие-то достопримечательности. Сходу их не нашли, потому что в этот раз мы случайно сюда заехали. Но тут их, как оказалось, большое множество. И это нас мотивирует приехать в Царниково еще раз. Здесь ловят Миногу. Существует музей Миноги. Минога это просто, наверное, достопримечательность. Латвия. Но об этом мы во всем в любой раз. А сейчас по традиции реклама самой позитивной страны Евросоюза. Цель этого ролика была показать вам, ребята, о шикарном месте Царниково, где самые красивые закаты, шикарные волны и море, которое может вас убедить. На сегодня все. До новых встреч и до новых путешествий выходного дня с Владимира Молошенко. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова